Всем привет, друзья! Вы не знаете, кто такой Антон Анискин и Сергей Радецкий? Не знаете? Правильно, вы не должны их знать, потому что это пиздец. Я хотел плавненько, так не спеша перестать играть в это, проходить ведьмачка, путешествовать по этому миру, потому что я запарился слишком, она длинная, я просто устал, старенький я. Так вот, эти два человека, а они мои подписчики, я надеюсь, под дулами своих пистолетов заставили, можно сказать, меня продолжать, продолжать свое путешествие. Они говорят, ёкарный ты ж бабай, сука, где новые части? Я уже посмотрел 130 ёбаный в рот, третью часть, где еще? И я тут понял, нихрена я тут задержался в этом мире. Так вот, о них-то еще, видите, был Новый год, пишут они мне из будущего, но у них уже 2018 наступил. Ну и я подумал, надо сделать им новогодний подарок, Поэтому, господа, эм, секунду, эм, люди добрые, отвернитесь, пожалуйста, я сейчас буду голенький. Да, и вы тоже, отвернитесь, сейчас я сделаю тут дело, чтобы гулять смело, окей? Так, ага, сейчас где это у меня тут была, шапка, куртка, так, эм, штанцы, протертые, правда, уже, ну ничего страшного. Сейчас мы их от пыли отряхнем. О, наконец-то я снял эти перчатки, хоть нормальные теперь у меня стали такие женственные перчатурочки, как я любил. Где мои сапоги? Сапоги мои валенки? О, хорошие, хорошие. Так, так, ну здесь без леденцов, я думаю, не обойтись, надо леденцов. Вкуснейших, помню, в детстве я такие ел, сейчас. Так, а лошадь, что ж моя лошадь-то какая-то вся невзрачная, надо бы ее немножечко приукрасить. Сука. Ага. Готово. Так вот, я вынужден вас всех поздравить. Ну что, Сергей Родецкий, Антон Анискин и все те, кто посмотрит это видео, хочу поздравить вас с наступившим, да, ага, с наступившим Новым Годом. И вот мое официальное поздравление вам. Не, ну вот, кстати, посмотрите, моя лошадь. Какая она шикарная, сучка такая, вот она. Слушайте меня внимательно. Близится новый, точнее он уже был, 2018 год от Рождества Христова. И мысли о скорой смерти все чаще посещают нас перед сыном. Годы летят незаметно, и какой год окажется крайним, неизвестно. Поэтому на этой позитивной ноте я поздравляю всех вас с Новым Годом. Мир к миру, как говорится, прах праху. Аминь. Вот и все. Смотрите, кстати... Все, все, все. Все, да. Смотрите, какие у меня красивые леденцы. Посмотрите на мой арбалет. Какая залупень торчит там вместо стрелы. И все это якобы ночью должно светиться и сверкать. Не сверкать, стрелять и... Ну, в общем, такое все, взрываться. Не знаю, пока надо будет попробовать. Вопрос другой. А как этим драться? Оно же слабенькое. Но мы попробуем. И вопрос еще один. Еще один. Что нам выполнить? Дабы выполнял я это очень давно. И на чем я остановился, я в душе не знаю. О, смотрите, что есть. Заказ бестия из Оксинфургской чащи. Поговорите о заказе с наемником Гансом. Христианом Андерсеном, я надеюсь. Обычно именно наемники получают деньги за убийство чудовищ. Такие, как я. В этот же раз все оказалось наоборот. Некто, Ганс, блядь, из Цидариса Кондотьер, объявил, что готов заплатить немалые деньжища за убийство чудища невиданного, поселившегося чаще неподалеку от Оксинфурта. Геральд решил взяться за эту работу. Я хочу. Странный наемник, как... Странный. Не хочет выполнять свою задачу. Будем выполнять за него. Так, 250 метров. Это, кстати, где он находится? Давайте посмотрим. Надо еще, кстати, кнопочки все вспоминать. Ага, вижу. Ладно. Погнали подарки раздавать. О, прибыли. Так вот. Эти два подписчика меня так сильно напугали, что я установил груза на... Ведь я же ее удалил, понимаете? Установил на другой диск. И все мои моды, которые я ставил, они слетели. И мои сумки сидельные крутые слетели. Я страдал от перегруза. И что там еще я устанавливал? Пришлось установить опять все заново. Плюс добавить еще какие-то моды с арбалетами. Говорят, мои арбалеты сейчас стреляют, дай боже, очень сильно. И еще смотрите, что я для вас припас. Смотрите, смотрите. Не наслаждайтесь. Опа. Нихера не вышло. Вот эта штука, смотрите. Опа. Опа. Ха. Ой, как хорошо. Горит, как хорошо горит. Смотрите. Вот теперь мне факел-то и не нужен. Я теперь прекрасно буду обходиться с этим светляком. Он, наверное, умный. Я не знаю, умеет ли он разговаривать или нет, но он постоянно следует за мной. Я не знаю, как от него отвязаться. Но я могу спрятать вам узную дырочку. Смотрите. Опа. Вот все. Он там у меня сверкает. Ну что, где? Ага, ну и он мне, привет. Что скажешь мне? А, понял. По-русски доложил мне. Ты дал объявление? Я Ганс из Цедариса. Кондотьер. У меня есть чудовище, которое нужно убить. Интересуешься? Что это за чудовище? Если бы я знал. Дело было так. Я нанялся с приятелями Крадавиду. Но в последнее время он начал запаздывать с жалованием. Да и жалование такое, что ой, а задаром я шею подставлять не буду. Понимаю тебя, но речь шла о чудовище. Сейчас, сейчас. Как мы сюда пришли, оказалось, что в округе рыщет какая-то бестия. Коров таскает и т.д. Мы решили, что надо помочь мужикам. Похватали оружие и пошли. Я и Курт в одну сторону, а Герт и Хэнк... Герт и Хэнк не вернулись. Не знаю, что там было, но оно до них добралось. Видно, здесь профессионал нужен. Так что мы с Куртом скинулись на небольшую награду. Чтобы кто-нибудь помог местным и отомстил за наших приятелей. Благородно. Ну так. У наемника тоже своя честь имеется. Так что, ведьмак, займешься чудовищем? Согласен. Где начинать поиски? К югу отсюда. Там мы разделились. Там мы Герда с Хэнком в последний раз и видели. Повезло тебе, с Куртом ушел. Ты же даже не подозреваешь, что Курт-то Курт. Курт Рассел, наверное, это главный герой всех этих боевичков 80-х, 90-х. Еще бы ты с ним пропал. Ни хрена подобного. Так ладно. Куда идем? Ты столько раз отжимаешься. Я только помню, в армию столько мог. Через пиздюлину. Да. Ладно. Ладно. Лошадка моя, где ты, красненькая? Красножопая, точнее, жопа у тебя как раз таки не красная. Ой, пойдем подарки раздавать. Продал нас мешок какой-то. А-а-а-а, я знаю. Я читал, чтобы мешочек мой был красненький, полон подарочков, я должен был повесить голову Грифона. Но так уж сложилось, что голову Грифона я уже давно продал, потому что она протухла. О, Медеть! Сейчас я на тебе испробую свою палку-матрилелку. Ну что, хочешь? Хочешь засосать этот леденец? А-а-а, ой, как больно бьет. Как он меня еще не сломался? Он еще и кровоточит. Что это за леденец такой кровоточащий? О, я хоть на тебе вспомнил азы, азы, как правильно биться. Так, защиту, я знаю, есть. Что еще есть? А, еще какие-то знаки есть. А я... Ой, блядь, светляк! Светляк, защищай меня от этого монстра. Монстра? Ой, ой. Все, светляк, прячься, светляк. В анусную дырочку. Соберем это говно. Ой, один это наша лошадь. Ничего, вроде, медведя он убивает. О, еще, еще волк, волк, волоколачик. Свернись с калачиками, это бесит меня. Давайте, место преступления. Давайте посмотрим, что тут произошло. Так это, наверное, этот медведь их и зацапал. все, в принципе, миссия выполнена или нет? Нет. Ну-ка. Человеческая. Ага. Еще бы. Была бы она медведеческая, блять. Следы когтей, усы, доспехи порваны на куски. Второго тела не видно. На куски, как лоскутки. О, тихо, тихо, тихо. Ой, тихо, тихо. А почему так происходит? А, не ту кнопку жму, ясно. А вот и рука его. А где его нога? А? Из жопа? Где все? Сейчас, посмотрим. Ага. Чудовище летающее. Оно схватило второе тело когтями. Но, видно, не все донесло до гнезда. Чудовище дрестающее, это плохо. Вот так вот прилетит котяк сверху, мало не покажется. Ниточка за иголочкой. Девять и восемь метров в секунду, понимаете? Лепеха, если будет лететь, в течение десяти секунд. Ого, это будет больно. Смотрите, смотрите, сколько бегают, бегают. Ох, как вас много. Суть-то вы, волки позорные. Уйди. Ой, все, без битвы. Не обойдешься. Хава, волк, давай. У меня есть сосучка. Я могу тебя и засасать. Ай. 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 Совсем забыл. У меня же есть вот эта штука. Опа. Забыл, забыл. Ай, а еще я могу же плясать. Точно. Подождите. А, во. Вот так. Все, 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 все. Волки, волки, волки. Ой, бля, я же так сохну. Епа, мать. Я же прям, аж начал в панике вспоминать все кнопки. Да что ты бьешь, что одного, то второго. Ты что, вообще дурак, что ли? Убью, упердывай, упердывай от седа. Так, что еще есть? Так, игни есть, игни. Оп. Оп. Да почему ты бьешь их, блядь, а не тех? Ай, блядь. О, боже, что это забыло? Так, я хочу что доложить вам. Это, конечно, все прекрасно. Какой я весь красивый, красненький, праздничный. Но, дело в том, что этот наряд с помощью мода меняет доспехи школы кота, которые у меня не крутые. Потому что, если ставить их отличного качества, они уже не будут дедморозовскими. Максимум улучшенного качества. Поэтому, что такое, маленькая дубинка? Почему дубинка тоже в виде какой-то, блядь? Сосульки. Поэтому, дабы вот так вот не было, чтобы мы этих монстров очень долго били, мы сделаем по-другому. Кстати, а где моя хлопушка? Вот она. Школокотовская. Ни хрена себе. Как я буду без нее вообще стрелять своими стрелочками? А вот мечи-мечи надо, конечно, поменять обратно. Потому что без них мы не сможем сдюжить, как говорится. Вот. И доспехи нужно поменять обратно. Потому что медведевские сейчас, мы в них ходили. Они пока у нас более самые такие. Розетиковые. Гефон, волк. О, медведь. И перчатульки. Перчатульки где-то самые такие мощные. Вот эти, да? О, все. Так. Лошадь тоже надо одеть в нормальную попону. Жапону. Седло, сумочки, шорочки. Все четко сделали. А арбалет, в принципе, не важно какой. Поэтому будем носить вот эту классную хлопушку. Делается это так. Так, так, так. Ап! Ох, ни хрена е... Ох, ни хрена она долбит. Подождите, я что могу? Ну-ка. О, это не долбит. Это как... Подождите. Это какая-то должна быть специальная стрелочка. Стрелочка. Видите, не все стрелочки так пуляют. Только определенные. У меня их сейчас в наличии нет. Если я поставлю обычные, то, естественно, никакого взрыва. А, нет, подождите. Да нет, взрыва не будет. Почему они по три болта стреляют? Непонятно. Так. Ладно, волки... А, волки, ё-моё. Мы же исследуем место преступления, как я мог. С меня детектив какой-то. Ну, прям в ошпи. Все соберем. Светочки вижу. Опасные. Надо глянуть. Не глядит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чую, набредем мы сейчас на безрукий труп. Нет одно говно, осталось пятно. Вороны сожрали по... О, комета, вы видели? Комета сейчас пролетела. Даже за... Это желание я не успел загадать. Здесь след обрывается. Эти здоровенные птицы должно быть все сожрали. Но если тело тоже нашли раньше меня... Остается просто идти на звук. Хоть бы хер оставили с яйцами. Так, так, теперь давайте прислушаемся. Видите, комета пролетела! Блядь! Когда кричит комета, говорят, загадывай желание. А я в этот момент обычно кричу, комета полетела. Я не успеваю загадать. Давайте. Видите, вон то воронье. И нам надо в ту сторону. Оно обычно летает над разного рода трупецкими. Опа! Ха-ха! Смотрите, какая там бешеная тварь. Как же я сниздюжу-то, а? Ой-ой-ой, опасно. Перышко, вот оно, перышко, блядь, его. Грифон! Подожди, Грифон. Сейчас я тебя устрою. Больно. Подожди, что-то не хуя. Что-то отняло даже, не хера. Тьфу, ёпта. Покойно, блядь, Грифон. О-о-о! А, короче, от крови под... О-о-о-о! Бля, больно! Ну, сейчас тебя... Фу, соплей, соплей пришиб. Ну, всё, гори, гори. Ясно, чтобы не погасла твоя туша волосатая. Трофей Грифона, смотрите, вот он, мешок. Ёпта, мешок. Я всего лишь маленький, Грифон. У меня есть мешок с подарками. И я дам тебе один из этих... Так, где наш мешок с подарками? Подождите, что-то не... А, во, он оделся уже. Ну-ка. Да нет, а почему, а почему, Грифон? Должен же быть мешок. Опа! Почему? Вот, Ваня, так быстро. Грифон! Почему ты не мешок? А, может быть, надо всё одеть? Тогда он станет мешком. Оп, оп, оп. Вот сейчас. Ну-ка. Нихрена. О-о-о! Мот-то оказался. С ошибочкой. Нету нас мешка. Ну, ладно. Получить вознаграждение у Ганса Христиана Андерсена за избиение... за избиение этой туши. О-о-о! Тихо, тихо, тихо! Чё это такое? Это волк в воздухе висел. Ну, ладно. Блюки бывают. Ладно, прощаю вас. Прощаю вас за эти глюки. Глюка вы вас. Так. Огонь. Огонь! Нихрена, не дамажит. Чё-то... Да вы чё, блядь! Господи! Чё, сверху прыгают? Вы чё, блядь! Рестлеры! Волки-рестлеры, что ли на? Ну, давай, нападай! Нападай на меня! Воркчонок! Видали, как я ему, кстати, бочину проколол? Не советую повторять в реальной жизни. Плохо кончики. Иди сюда, всё закончилось, трусиха! Давай, иди ко мне. Да не сквозь текстурочки, нормальная идея. Так, у меня, кстати, кончилось не сыть, и надо медитнуть. Надо медитнуть, чтобы эта баночка нам потом пригодилась. Часточек отдохнуть-то после битвы с волками, ни хрена себе. Ой, как... Ой, бочина болит. О, баночки-си пополнились, хорошо! Прибыли на место назначения. Сейчас мы вальяжно так зайдём, как победители. А это всё отжимается. Я впечатлён твоей силушкой богатырской. Ну, как там? Я избавился от чудовища. Это был Грифон. Архи-Грифон. А, я тебе благодарен. Архи-благодарен. Прошу, вот твоя награда. Спасибо, и на будущее. Зови ведьмака прежде, чем прольётся кровь. Что дали? О, 221 крону дали. Это всё? Заказ без... Всё? Та-а-а! Ну да ладно. Ну всё. Я пока переночую с этими достопочтенными сэрами. А вы ждите очередного видео. Которое будет, кстати, очень-очень скоро. Пока есть у меня возможность. Потому что эти два подписчика постоянно следят за мной. И одно неловкое движение, и я труп. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok